здравствуйте и формат сегодняшнего видео это вышивальный тег на тему мое рукодельное начало автор тега алина рукоделия ссылку на ее канал я оставлю в описании этот тег для меня несколько символичен потому что свои рукодельный youtube путь я только начинаю и посмотрим что из этого выйдет так вопрос номер один сколько лет вы вышиваете если не считать урока труда 8 лет то в общей сложности 14 лет я начала вышивать 13 лет конечно с перерывами конечно первые лет шесть это работа были не серьезные выше то всего несколько работ на то ничего серьезного нет где эти картины я вообще представить себе даже не могу в общем как то так 14 лет вопрос номер два какая была ваша первая картина какова ее судьба первая картина это красный маг мы вышивали ее на урок труда кто только мог и решил побыстрее чтобы было крестики на 5 клеток чтобы успеть к сроку так как времени у меня особо не было я очень хотела научиться вышивать но некому было меня научить показать в общем я ничего не понимала сама за меня с горем пополам дышила бабушка эту работу я сдала ее и на этом все учить меня было просто некому хотя я очень хотела судьба этого мака я сейчас и не вспомню доделся этот маг последнее что я помню я из него делала какой-то коврик для своих кукол на вечеринку на вечеринку кукол да но это все что я помню потом история умалчивает вопрос номер три почему вы стали вышивать как я уже упоминала ранее я просто очень очень хотела вышивать все это время некому было объяснить показать но желание у меня были ли у вас учитель или вы самостоятельно стали всему учиться да конечно мне показала некоторые азы моя подруга но это очень быстро произошло там буквально случайно между слов но я и до сих пор за это благодарна потом если немножко обменивались опытом кстати она сейчас не вышивает насколько я знаю в общем так а я вышиваю вопрос номер четыре какими аксессуарами для вышивки вы пользовались в начале своего творческого пути тут люди пишут сапельки там магнитная доска пяльца от прим иглы прим ничего себе когда я начинала в далеком тысячи пятом или шестом году а я уже древняя ну метода было 13 лет мне простительно конечно же всего этого богатства не было и близко богатство считалось если у человека есть коробка из-под обуви и там лежат ножницы какие-то уже не знаю какие старые очень нитки канва канва вообще это редкость большая у нас канва продавалась только в виде бинтов пани очень рыхлая очень никакая питалась круто если ты можешь себе метр позволить купить я как-то ошиблась и купила метров пять в общем я не помню куда и делайте бинты наверное на перевязки ушли но я называю бинтами конечно в шутку но насколько вы понимаете сейчас на этом вышивать нельзя просто нельзя не было тогда такого изобилия разнообразия были нитки какие-то нитки я даже не знаю продавались людям сида нет демси даже не продавались нашем магазине нитки какие-то были уже спасибо номера у ниток были ого то есть канва 1 счет там вам много канвей один рулон был канвей да и все и наборы там несколько висела таких кстати для начинающих для нас тогда подходила для школьниц таких серьезных я не помню помню что серьезные тети приходили подбирать бисер себе для основ но это было да считалось его там неся это сейчас вы думаешь какой-то был подбор да то есть оттенки были мягко скажем так далекими друг от друга ну ладно это было эта история мы жили так были не очень балованы и пользовались и радовались тому что было в общем понятно да коробка с под обуви ножницы и все и игла 1 кривая какая-то ну ладно три иглы чё так вопрос номер пять поменялись ли ваши вкусы по сравнению с началом вышивки а сейчас я вас удивлю что не поменялись я даже себе недавно купила два набора нашла такие раритеты которые продавались в том магазине но у меня ностальгия замучила решила я купить не поменялись мои вкусы как я видела вот выходили наборы в свет dimensions мы могли ознакомиться уже в интернете вот понравились понравились мне эти наборы все вот до сих пор я я их люблю и в принципе 80 из 100 что я его вышла либо он у меня в запасниках лежит в общем такое странный человек конечно же с вышлист пополняется не без этого но если мне какой-то набор уже запал то то все вопрос номер 6 видите ли вы разницу внешнего вида вашей работы в начале и сейчас конечно да конечно да там были крестики кривые я помню даже ну про красный мак я вообще молчу там кто его только не шил разница есть конечно мне еще работать и работать у меня обратка все равно похоже на ковер в общем есть на чем работать вот сейчас даже и сижу разговариваю с вами смотрю на своего снеговика на рисовую сторону скажу вам что оставляет желать лучшего не так уж и просто шить крейником в четыре сложения даже блендом тоненьким я имею ввиду и ниткой белой конечно вид не очень но зашьется как-то оформиться что-то будет не трагедия но работать я над качеством буду продолжать и дальше но разница есть и это приятно вопрос номер 7 знали ли вы о существовании таких материалов как наборы известных производителей конват спайгард нитки dmc модейра анкор и так далее или было все равно конечно в самом начале 14 лет назад мне было все равно вот реально все равно мне бы всего да побольше что есть наличие ну конечно же с приходом в нашу цивилизацию интернета то уже стало лучше и я сразу же стала узнавать что есть вообще на рынке рукодельных товаров не стало интересно сразу же как только появился доступ в глобальную сеть интернет вопрос номер восемь выросла ли у вас скорость вышивки по сравнению с началом о да выросла раньше я могла вышивать однодневный процесс ну так скажем месяца два ну конечно у меня было мало свободного времени много времени забирала учеба музыкалки в гимназии и прочее всякие там репетиторы конечно мне это и спать некогда было к там вышивка вышивка это так это такой подарок если есть возможность если есть это время это редкость было конечно выросла тем более сейчас там с нашими возможностями и станками и прочими аксессуарами конечно же скорость неумолимо растет вверх спасибо прогресс вопрос номер 9 знали ли вы разлиновки канвы или вышивали на чистом поле ваше впечатление ну конечно я не знала никакой разлиновки канвы 14 лет назад у нас то и канвы то не было какой там разлиновки если мне рассказывали вот что ты вышиваешь на канве вот мы там своей там не знаю там где мы вышиваем и и выдергиваем нитки вот надо так вышивать выдергивать нитки кстати это выдергивать нитки это где-то 20 век ну вот 14 лет назад моё понимание вышивки и понимание о вышивке окружающих было на таком к сожалению до потопном уровне какой там разлиновка потом конечно же я узнала об этом купила маркер себе я разлиновывала и маркером и мононитию но не прижилось я вот сейчас вышиваю на чистой на чисто абсолютно чистой корове и в другом теге который я уже кстати записала для вас я отвечу на этот вопрос почему сейчас вопрос не в этом не буду повторяться по два раза говорить одно и то же надеюсь тот так я тоже смонтирую скоро номер 10 нравились ли ваши работы окружающим то всем нравились все ах вах как красиво но понятно может быть они мне либо истили либо я не знаю что у меня не тоже очень нравились мне такая гордость брала что вот смотрите и я закончила смотрите я вышила до конца что она косо криво канва не рассчитана там две клеточки осталось и уже конец там в общем нравилось и мне нравилось окружающим нравилось по моему даже они не обманывали ну а что главное главное это удовольствие и чтобы всем повышало настроение на тот момент это было сейчас конечно если я это увидела я бы наверно очень расстроилась бы есть рост над собой значит есть результат не смысл развиваться и продолжать заниматься этим номер одиннадцать каков был ваш хомячий уголок через год вашего увлечения примерно опишите через год через год ничего не поменялось через год все лежало в картонной коробке из-под обуви так и было не там было конечно смешная ситуация ну ладно видео пойдет эта история пойдет другой на на канал смотрят много кто ладно значит давайте поговорим о том когда случился перерыв вышивки мне уже было лет 19 прошло лет шесть уже интернет и канва появилась слава богу и маркеры все в порядке давайте поговорим об этом через год что поменялось через год через год ничего не поменялось опять же через год у меня особо не было денег и магазины как-то кризис какой-то переживали вот я насобираю денег то есть позвоню магазин хочу заказать то 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 о извините у нас этого ничего нет наличия на сайте есть в общем какая беда и так я и не смогла заказать не хотела я тогда ограничиваться там одним пакой или одним набором угол мне казалось это очень мало мне хотелось все и сразу и вот я собиралась сумму пыталась заказать что-то и никак и вот вспоминаю эпоха дефицита давно уже за плечами тысячи тринадцатый двенадцатый год и такая вот ерунда нет наверное скорее это было тринадцатый уже код и какая разница в общем 21 век а все равно какой-то дефицит сейчас слава богу с этим нет никаких проблем только успевай себе зарабатывать денежки вышивать и заказывать в общем так номер двенадцать были ли у вас перерывы в вашем хобби да конечно безусловно были и наверное это длинный был перерыв длинный был перерыв несколько лет но это во время учебы в школе также 8 9 классами не вышивала или вышивала пару крестиков бросала но конечно же я знала знала что буду заниматься этим серьезнее и глубже когда появится такая возможность можно сказать не перерыв а отложили слегка до лучших времен что касательно сегодняшнего нашего дня то у меня перерывов особо нет у меня всегда работа натянута какая-то всегда я хоть пару крестик когда сделаю сейчас к сожалению я не могу вышивать с вами разговаривать у меня нету такого опыта я очень волнуюсь как бы не сбиться чтобы не было смешного ничего поэтому я просто сижу любуюсь на свою работу и разговариваем с вами получаю удовольствие надеюсь вам тоже нравится такой формат напишите в комментарии что вы думаете по поводу моего первого тега следующий вопрос увлекались ли вы чем-то другим до вышивки а сейчас об этом можно рассказать отдельное видео конечно же да то вышивки это было совсем детство-детство и мне хотелось что-то всегда делать руками лепить что-то там шить что-то вязать но просто некому было опять же сесть и этим заняться ну плюс времени у меня не было я была ребенком заняты в общем 24 часа не было возможности я увлекалась танцами музыкой и литературой книгами все как всегда и в принципе до сегодняшнего дня также остались мои увлечения я увлекаюсь тоже музыкой вокалом фортепиано литература меньше сейчас но я очень люблю книги поймите правильно но моя работа настолько связана с этими книгами чтением я просто ломаю глаза себе очень устаю и хочется смены вели деятельности очень тяжело вот опять вот читаешь читаешь там всю работу и потом опять опять читаешь но люблю книги очень люблю конечно у меня есть коллекция небольшая есть любимые авторы но об этом опять же я не хочу сейчас засорять этот этот влог или как это объяснить так я отдельно думаю будет возможности об этом отдельно расскажу вопрос номер 14 поменялась ли ваша жизнь с того момента как вы сели на иглу до поменялась некоторые мне говорят что вот там вышивка занимают у тебя кучу времени ты не успеваешь ничего и зачем вообще так жить но я вам скажу так что мне вышивка абсолютно не мешает она наоборот меня организовывает начнем с того что я стала работать именно вот помню такой мотив работать это чтобы обеспечить свои хобби вот такая странная чтобы купить все что я себе хочу и выбрала для хобби поэтому меня скорее вдохновляет вышивка и мотивирует вообще делать другие какие-то дела важные ну и те кто вышивают опять же знают что вышивальщицы все делают быстро то есть готовят убирают работают и другие дела тоже делают быстро потому что нужно повышевать вышивать как вы знаете это не за две минуты это долго в общем я считаю что моя жизнь колоссально поменялась и поменялась к лучшему и последний вопрос сможете ли вы жить без вышивки но это такой вопрос но как сказать то есть я не смогу жить без кислорода до грубо говоря то есть с вышивки ну физически да морально нет и не знаю как на это ответить конечно я рада что у меня есть возможность вышивать заниматься творчеством но это не так необходимо кушать например или дышать обе это мне очень нравится я не хочу скажем так давайте так я не хочу представлять свою жизнь без этого хобби очень было интересно очень интересный формат мне понравилось здорово вообще отвечать на вопросы особенно когда не готовишься вот так раз вопрос как заставляет задуматься и нужно же побыстрее отвечать в общем здорово спасибо алине за такие интереснейшие вопросы и пишите комментарии подписывайтесь и думаю что мы продолжим общение в таком формате как минимум один так у меня тоже есть записанные с видео всем спасибо кто остался со мной до конца кто послушал буду рада если кому-то подняло настроение своими ответами в общем до встречи пока